Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях генеральный директор ООО «Шуба» Михаил Викторович Шуба. Здравствуйте, Михаил Викторович! Десять лет назад впервые в нашем городе открылся магазин «Шубинский». Сегодня, насколько я знаю, 12 магазинов у нас таких. Вот скажите, пожалуйста, вот эти 10 лет были очень сложными? Год шел за два, может быть, за три? Или наоборот, все шло так само по себе, стабильно было, тихо и спокойно? Ну, в нашей стране вообще, наверное, такой большой стабильности никогда не было и нет. Мы все живем как на экстриме. Вот, так что за эти годы было все. Были и судебные разбирательства, было слишком много наездов. Ну, все, все прошло, все. Все течет, все изменяется, но все, все только в процессе работы. Ну, если вот так в цифрах, да, 10 лет, 12 магазинов, то есть, ну, практически каждый год новый магазин, наверное, это все-таки очень хороший результат. Ну, вообще-то, раньше об этом как бы не задумывалось. Было первый магазин, открыли для того, что, как бы, который раньше занимался мелким оптом, привозили, как бы, из других регионов. Ну, наверное, народ помнит, лет 10 назад весь рынок был завален польской колбасой, польской продукцией. Вот, ну, приходилось пристраиваться в это время. Хотя в кризис, там, когда, если кто помнит, с 6 рублей за доллар сразу стало 9, и занимали все. Мы белорусское масло привозили, и все, все, ну, ГОСТ. Старались все равно больше качественного, качественное масло все равно все уходило. Вот, ну, а когда мы магазин открыли, то есть получилось, почему я открыл себе магазин, то есть, конечный, платит всегда конечный потребитель. То есть, ближе к народу, и чтобы знать, что народ хочет. Понимаете, в том время, ведь были государственные еще магазины, их не продавали ни предпринимателям, не было. То есть, знаете, тогда там какая-то аренда долгосрочная, да, но пробиться было невозможно. То есть, пришлось вот изыскивать резервы, как бы, и вот, слава богу, что купили сразу большой магазин, то есть, по квадратным метрам. Там, где можно, в общем-то, дать много разнообразия продуктов и так далее. И вот с этого как бы началось. Было, где развернуться. Ну, а потом получилось, у тебя есть залог, залог есть для банка, то есть, предложили кредит такой долгосрочный, ну, Росбейеровский тогда, ну, Российский банк развития давал. Вот, и решили взять, и так как, как бы, устал то, что все предприятия, вся колбасная продукция, которую, как бы, продавали, то есть, получается, было, качество плавало. То есть, сегодня привезут одно, завтра, получается, другое. То есть, стала задумка, ну, а что мы и сами, что ли, не сможем сделать. И смогли. Ну, пришлось, пришлось, жизнь она заставляет. Михаил Викторович, вы сказали о том, что вы занимались мелким оптом, потом вы замахнулись на производство. Вот, как правило, ну, на производство замахиваются только очень смелые и амбициозные люди. Вы знаете, наверное, был моложе. Моложе тогда ничего не боялся, да. Производить очень интересно, понимаете, вот просто реально есть очень большой интерес. И ведь очень интересно не только производить, когда человеку, он потом ест, ест как бы то, что сделано нашими работниками, ведь приятно то, что человек ест, как и повар. Любому повару приятно, когда его продукцию едят, и благодарность, понимаете, вот благодарность человека. Вот, поэтому. И вот, как-то, честно говоря, вот одно единственное, мы не заметили, как мы из малого, малого, мелкого бизнеса перепрыгнули в среднюю. Вот этого периода перехода я правда не заметил. А сколько человек сегодня работает у вас на производстве? На производстве у меня работает, значит, на колбасном. Опять же, у меня же есть колбасные производства, есть три кафе, есть пять участков, которые в магазинах. То есть это тоже производственные участки, которые делают пироги, в общем-то, всевозможные запеченности, то есть готовую продукцию. Вы не разбрасываетесь? Я не разбрасываю, но они все мои, все наши работники. То есть, ну, всех я как бы люблю и уважаю все равно. То есть, и реальность только одна, что люди должны зарабатывать. Людям надо давать именно и условия труда, и только вместе с условиями труда, и с достойной более-менее заработной платой, только после этого можно как-то людям качество. Но, опять же, у людей, им надо вот весь вот этот социальный пакет, то есть, чтобы люди была защищенность. Ведь самое главное, человеку тоже стабильность. Да, у нас сейчас вот, ну, на работу, с работы людей привозим на своих микроавтобусах. Очень хорошо. Ну, ведь это же тоже нагрузка. Понятно. Тоже нагрузка. Да, сейчас, ну, за это время мы и построили, как положено у нас, и есть своя прачечная. Все так должно быть. То есть, все для людей. Обязательно. Условия для работы созданы. Вот в планах. То есть, нам очень тяжелый труд на производстве. Нам нужны и массажисты. Будут нужны. Нужны будет, прежде всего, стоматолог для своих работников, да? Ну... Гинеколог, женщин очень много. Михаил Викторович, ну, значит, у вас будут работать хорошие, здоровые люди, и, значит, производство не остановится ни на минуту. Главное богатство – это люди. Михаил Викторович, вот, знаете, я как бы заметила следующее, что когда приходишь в магазин, и люди чаще всего все-таки покупают то, что подешевле. И это в основном привозные продукты. А вот наши, отечественные, да, из Чувашии, ну, как бы смотрят, поглядят и откладывают, потому что дорого. Почему вот такой разброс цен? Например, колбаса из Москвы, да, стоит где-то 200-250, докторская, да? А вот, например, шубинская в районе 300 и даже выше. Понимаете, дело в том, что народ, ну, потихонечку, народ начинает все-таки выбирать качественный продукт. И он должен понимать, что колбаса ГОСТ, которая, в принципе, не позволена никому, никому не заменять, то есть делать по ГОСТу колбаса, она должна, она будет. А колбаса, как бы, которая идет, наверное, высокий стандарт. Да, тоже написано, как бы сокращенно, В, С, да? Но это высокий стандарт. Посмотрите, там идут одни эмульгаторы, ну, будем так говорить, химическая, ну, химическая, как я, я как бы говорю, она, но почти по цене высшего сорта. Понять надо одно, что, ну, не бывает бесплатного, бесплатного. Ведь колбасу мы ассоциируем с мясом. Да, весь заменитель, он, конечно, дешевле. Почему и заменяют, заменяют для того, чтобы ведь, что самое главное заменять, заменяется мясо в колбасе, поэтому идет удешевлее. То есть все вот эти народные мудрости и анекдоты о том, что в колбасе мяса нет, это все-таки часто соответствует действительности, да, к сожалению? Ну, ведь народ же сам хочет. Он, вот видите, вы же сами сказали, он хочет дешево. А дешево только за счет чего? За счет заменителей. Вот сегодня у очень многих из нас есть пунктик. Мы хотим покупать экологически чистые продукты. Вот на сегодняшний день можно говорить о том, что есть экологически чистые продукты у нас в Чуваше? Любое мясо можно так накачать. Да, но оно будет свое. Но оно качества не будет. Мясо качественное, есть оно, вот есть цена и качество. Оно всегда присутствует. Вот вы сами, вы же правда сами сказали. Взять, например, краковскую колбасу, вот, ну, которую мы выпускаем по ГОСТу. Кстати, она ведь у нас 100 лучших товаров России. Или взять ту же краковскую, пикантную, или как она там называется и так далее, да. Или, даже пускай она называется краковская, но посмотрите, там же я известного производителя, да. То есть самое главное, то есть если положено шпига, ну, определенный, это же не значит, что только тут должна быть одна свинина. То есть положено так делать, оно будет так. Михаил Викторович, сегодня тоже есть еще одно очень модное направление, это фермерские продукты. Вот что это вот, вы как человек, который непосредственно с этим связан, можете рассказать, что действительно из себя представляют фермерские продукты? Вот, вы знаете, это очень такой, очень интересный вопрос. Но пройдите, вот, правда, вот давайте по нашему городу, я очень люблю людей, которые что-то производят. Понимаете, ведь надо в ножки поклониться. Посмотрите, даже тем же бабушкам, которые стоят на рынке, подают вот молоко, яйца. Вот, правда, надо в ножки кланяться, что они хоть что-то производят. Настолько у нас народ хочет, извините за выражение, халявы, что реально надо уважать этих людей. Посмотрите, в наших магазинах чувашских производителей именно, вот, ну, мы продаем свой чувашский мед на развес. С Севильска нам возят, фермерское хозяйство, вот зеленый лук поставляют, да, то есть вот, и очень много сейчас, вот, очень много говядины с Батревского района идет, нам довольно-таки, ну, приходится, правда, закупать и особенно по говядинам, и Нижегородскую, и Марийскую. Вот, но вы верите, нет, вот, даже своим фермерам платить приятно. Понимаете, людям платить приятно за то, что они производят. Особенно, когда знаешь, что это останется здесь, в республике, остается. Мы очень часто слышим лозунг «Нужно поддерживать местного товаропроизводителя». Вот, мне бы хотелось услышать от вас, почему нужно поддерживать местных товаропроизводителей? Давайте посмотрим. Да, мы 20 лет едим колбасу соседней республики. Что посмотрим нашу чувашскую республику? Ну, вот, мне очень, как бы, обидно, я родился, я в Козловке. Ну, вы патриот. Ну, я в Козловке родился, вырос в интернате в третьем, я здесь, все, у меня нету, как Россия сейчас говорит, ни счетов за границей, ни недвижимости, ничего. Потому что удовлетворение приносит именно то, что ты производишь, и здесь вот людям отдавать, наверное, это больше удовлетворения. Вот, поэтому, получается, что стало с чуваши? Давайте мы возьмем, вот сами просто, вот, люди все-таки могут анализировать, или, по крайней мере, они должны, что 10 лет назад республика была, даже 10, не говоря про 20 лет, да, и что сейчас? 20 лет назад. Приедьте в Ишкарлу, что это был за городишко? Что сейчас? Посмотрите на деньги, кого? Мы же поддерживаем, поддерживаем соседних производителей, мы их так поддержали, зайдем в Ишкарле, три шикарных там, и водный стадион, и, ну, столько понастроено, да. Или возьмем тот же, дальше, рядом, Мордовию. Да, посмотрите, то, что, да, там тоже говорят, у нас свое мясо, у них есть, правда, у них очень, есть много ферм, много, как сказать, свое мясо. Но то, что попадает на наш рынок, там мясом много не назвать, высокий стандарт колбас. И, ну, вы посмотрите, даже взять тоже, оттяжку, что такое маленький рабочий поселок, вы посмотрите, какой там, ну, ледовый дворец все. За счет чего? Конкретно за счет нашего чувашского потребителя. Мы отдаем наши деньги, заработанные, отдаем соседние республики. Я не от того, что, они тоже наши, мы тоже их так же любим, тоже те же россияне. Но ни один человек, вот, посмотрите, в этом году на здравоохранение просто-напросто денег убрали в два раза меньше. Бюджет, бюджет убрали. А как же мы будем, если человек ест свою продукцию, эти деньги остаются здесь. То есть, как, они потребляют свою продукцию, мы платим деньги народу, и эти налоги остаются в республике. То есть, вы считаете, что все-таки и от нас, вот, от простых покупателей во многом это зависит? То есть, если мы сами будем покупать, которые производят у нас в республике, то будет уже результат. Прежде всего, только от покупателя. Почему? Потому что покупатель, вот, посмотрите, даже закон, покупатель всегда прав. Только покупатель может выбрать, что он хочет. То есть, все, даже независимо, да, очень много федеральных сетей присутствует и так далее. Но все настроены только, чтобы продавалась продукция. Продавалась только через покупательскую способность населения. А как она может расти, покупательская способность, когда мы отдаем все в соседние республики? Михаил Викторович, вот вы сказали о том, что покупатель всегда прав. И вы действительно считаете, что они всегда правы? Я всегда считаю, что покупатель прежде всего. Почему? Потому что... Бывают капризные покупатели. Бывают капризные, да. Вредные бывают. Ну, вот, знаете, я вот лично всегда по этому... Ну, вся проблема ведь не в этом даже, да. Покупатель, продавец. Ну, надо относиться друг к другу дружелюбно. Ну, продавец ведь тоже человек. Михаил Викторович, вот говорят, есть такая вот мировая статистика, что только 10% всего населения земного шара может заниматься бизнесом. Вот вы как считаете, мы в эти 10% Россия входим или нет? Или у нас все-таки для нас своя статистика? Ну, я думаю, наверное, даже меньше. Почему? Ну, давайте мы посмотрим. Вот за 20 лет, вот, когда провозгласили, да, когда был Ельцин, свободный рынок, пожалуйста, занимайтесь свободой, возьмите сколько хотите, занимайтесь чем хотите. Что в итоге получилось? Вот на сегодняшний день, посмотрите, ведь практически малого, среднего бизнеса нет. Будем правде глазать, да его почти нет. Почти нет. Почему? Не от того, что, ну, это очень сложный вопрос, да и потом, в конце концов, ведь надо быть просто, может быть, хорошим специалистом и получать достойную заработную плату. Нельзя усреднять, ведь к этому все равно тренд идет. То есть, даже любой предприниматель, хоть кто будет заработную плату, именно она заработанная плата, вот это надо, не надо забывать, что она заработанная. А для людей надо все время, вот, как бы, давать, и они должны получать, с другой стороны, достойную заработную плату должны получать. Поэтому, если хороший специалист, то он будет выбирать, а предпринимательством заниматься, это тоже ведь, это очень тяжелый труд. Это только ведь, как сказать, внешняя сторона очень шикарная, там, вот машина, там, еще что-то. Тиро, свободная наличность. Ну, потом, в конце концов, тоже все же заложено. Понятно. Все в банках, все под это, то есть, все, всем должен. Деньги все время работают. А иначе нельзя, потому что надо вкладывать. Посмотрите, в федеральных сетях, зачастую, сейчас особенно, я не буду говорить, какая сеть, но настолько большую наценку на нашу продукцию сделали, что даже я в шоке стал. А вот как-то регулировать это можно? Мы не имеем права регулировать. То есть, вот вы производите вот эти колбасные изделия, вы приходите в магазин и видите, что она, например, ваша колбаса в два раза дороже, чем вы ее отдали в этот магазин. Ну, в два-то нет, процентов на 50. На 50. И вы уже здесь ничего не можете сказать? Мы не имеем права. До тех пор это, пока народ не будет об этом вопроса задавать. А кому народ должен задавать этот вопрос? На вопрос сеть, ну как? Народ только все равно выбирает покупателя. В том-то и дело. Но есть другое одно. Поэтому вот нам и стремится. Видите, почему растут магазины? В конце концов, мы магазины, конечно, нету, столько средств нет, чтобы было очень много магазинов. Но только при большом, как бы сказать, вот, ну, больше расширения, да, мы стараемся, в общем-то, по два магазина в год запускать. Только при этом, когда будет народ покупать и спрашивать нашу продукцию, только при этом эти федеральные сети будут прислушиваться. Вот почему нужно покупать шубинские товары? Вот прорекламируйте себя. Буквально вот в двух-трех словах. Почему? Ну, только за качество. Только качество. На сегодняшний день очень много люди забыли даже качественную продукцию, какая должна быть эта колбаса. Мы любим часто вспоминать, ведь вот в детстве вот колбаса, она была вот такой, сосиски были такие вкусные, душистые, а сегодня мыло-мылом. Или там бумага-бумагой. Почему-то вот такие сравнения можно услышать. Ну, народ ведь хочет. Он же хочет дешево, он получает то, что он хочет. Но, понимаете, конечно, немножко по сравнению с тем, что было, немножко по-другому стало. Все-таки, наверное, меняется ситуация. Нет, дело в том, что, понимаете, даже мясо стало другое. Ведь то мясо, которое раньше браковали и уходило в первый сорт, на сегодняшний день хорошо, это мясо мы к высшему сорту только относимся, потому что нет другого. Понимаете? То есть мясо тоже другое стало. Качество продукта, во-первых, прежде всего, зависит от того, от санитарии, от всего. Ведь все равно все, хочешь, не хочешь, то есть все начинаются, все производства, в федеральной сети не работают с теми производствами, которые без сертификации соответствующие. Там по ХАСП, ну, сейчас новая такая сертификация международная. И народу тоже надо немножко не забывать, что мы все-таки вступили в Евразийский союз, и к маю месяцу, ну, по крайней мере, 15-го года, докторская, по идее, колбаса должна быть только ГОСТ, не может быть докторская Тяшева, докторская Микоян называться. Мы идем к упорядочным, то есть к нормальным правилам, чтобы человек понимал, чтобы не было, то есть, или, по-русски сказать, не было обмана покупателя. Понятно. Вот мы с вами поговорили о том, что было сделано за эти 10 лет. А на ближайшие 10 лет какие вы планы перед собой ставите? Самый большой мой план, в принципе, чтобы в моей организации, я ведь не, как сказать, ни царь, ни бог, но в моей организации, чтобы у меня люди, ну, я хочу дать получше, побольше условий для труда. Ну, и, конечно, заработная плата, чтобы была чуть повыше. Михаил Викторович, вы занимаетесь продуктами питания. Казалось бы, что вы должны быть таким упитанным, молодым человеком. Я вижу перед собой поджарого человека, который, наверное, активно занимается спортом. Так ли это? Занимаетесь? Ну, я никогда не был худеньким, будем так говорить. Но вот, да, я большой теннис играю. А давно вы играете в большой теннис? Десять лет. О! Десять лет. Вы практически уже профессионал? Ну, нет, мы любительский теннис. Но играем в ветеранский теннис. То есть это вот в Иваново было в этом году, в том году в Иваново. Вот в том году в Иваново проиграл, это российский зимний чемпионат по теннису. И понял, что только надо скидывать вес. Вот 20 килограмм. Да, скинул. И как вам это удалось? Потому что сейчас вот многие, кто вас увидит, скажут, да как же им удалось так похудеть? От чего отказались? Почему-то люди думают... Наверное, не от своей все-таки колбасы. Нет, почему я... Пожалуйста, я ем колбасу и причем очень... Очень люблю, да? Да, и я вам честно говорю, я люблю вообще, хоть на производстве... Вот вы... Никто не поверит, но... Я люблю говяжий бульон вместе... Знаете, туда положено и болгарский перец, и лук, и капуста. То есть, да, немножко поменьше картошки. Вот. Ну вот за место хлеба я ем вот свою вареную докторскую колбасу. Понятно. Вот-вот... Никто не верит, но вот... Вот такой рецепт. Ну я вот люблю так. Место хлеба докторскую колбасу. Я люблю, да, да. Я стараюсь вот... Даже, в принципе, я правда, я раньше очень много хлеба ел. Ну, у меня просто организм не хочет. Ну, понять надо одно, что есть надо все. На самом деле, человек так устроен, что ему надо и животные, и белки, и вообще, и углеводы, все надо. Ну, понятно, что все всему в меру. Но у нас очень интересный тренд, который особенно женщинам очень нравится, что если ты съел одну таблетку и сразу похудел, там, или диета и так далее. Нет, только через физический труд. То есть, надо запускать организм, чтобы он, ну, если ты скушивал столько, надо же сжечь это все. А сжечь можно только затратив энергию. Вот про спорт я поняла. А еще как вы отдыхаете? Нельзя же все время работать. Вот это моя головная боль. Не умеете отдыхать? Я не люблю отдых. Вот привычка, наверное, но... Трудоголик. Больше спорт, больше спорт. Вот я в спорте, вот, понимаете, я играю, ну, по два-три часа, и так пять-шесть дней в неделю. Михаил Викторович, я желаю вам, знаете чего, чтобы у вас всегда было много работы, и чтобы всегда ваша работа приносила радость людям, чтобы люди приходили в ваш магазин и с удовольствием брали всю вашу продукцию, и в ваших магазинах даже были небольшие очереди. Да, так как у нас производственные площади загружены всего же на 50%, мы можем выдать еще 50%. Ну, все впереди. Ну, а мне остается только добавить, что сегодня у нас в гостях был генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Шуба, Михаил Викторович Шуба. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»